Красивая чистая вода здесь. Это Днепродзержинск. Голубые озера. Стайки рыб плавают. Водичка чистая, я очень хочу сюда приехать рыбу половить. Кокунь плавает. Людей мало. Очень много комментариев плохих. Очень много люди гадостей пишут. По поводу. Сейчас Юля все расскажет. А какие по поводу? А что волонтерство? Ремонт в квартире, как она стала волонтером. Ремонт в моей квартире не имеет никакого отношения к волонтерству. Давай, давай сюда. Это какой-то ты мне такой бред, честно. Сейчас тебе написали. Один комментарий какой-то написали. Я хочу сказать насчет того, что там вы пишете волонтерство. Когда началась война, мы активно занимались помощью. Мы демонстрировали. Все отчеты давали. Но не в этом дело. Кто высылал деньги, тот знает, куда деньги шли, зачем деньги шли. Переселенцам, ЗСУ и так далее. Я хочу сказать в отношении Вадима. Когда мне нужна была помощь, я работала. У меня не было возможности помогать людям. Они обращались ко мне. То Вадим, один из первых, предложил свою помощь в отношении закупок. Мы были знакомы. Да, да, да. Мы были знакомы. И он один из первых предложил свою помощь в отношении закупок, отправок, координации. Мне как-то облегчить жизнь, потому что было очень много запросов помощи. Я просто физически не справлялась с ними. Естественно, Коля, Самвел, мы ездили, помогали, да. Но то ли вы куда-то уехали тогда. Я вот не помню, да, Вадим, что вот мы с тобой вдвоем так остались. Откуда мы уезжали? Ну, вы куда-то уехали. Уже на Западную Украину. Да, вы уже уехали на Западную Украину. Да, и до этого ты помогал. Поэтому очень многие зрители, которые смотрят вот в Ютубе, если вы смотрите, напишите комментарии о том, что, да, вот Вадим непосредственно помогал, он очень добрый мальчик, он очень любит животных, он очень в плане помощи оказать, вот, помочь. Поэтому не пишите, пожалуйста, плохих комментариев, не нужно. И не нужно оценивать человека по его внешности, по какой-то картинке. Мне кажется, что внутреннее содержание это важнее, нежели внешняя оболочка и внешняя картинка. Это все должны понимать. Тем более у тебя взрослая аудитория, которая должна это понимать. Что ж ты там про внешность такая сказала, не понятно. Это что у меня аудитория взрослая, это я знаю, да, это точно, да. Ну, просто мне хотелось рассказать, может быть, кто-то не знает, что Вадим внес хорошую свою лепту. Лепту, это перемога. Да, разом до перемоги. Он и собакам помогал, и я помню, и Самвелу помогал, потом он подстилку отправлял Самвелу даже в Коломей, он тогда барс искал, отправлял, не мог найти. Ну, это одно из, одно из, да. Корм животным, потом переноски, он тоже помогал очень многим людям, да. В отношении животных очень много помогали, да, отправляли, когда я физически просто не могла с этим справиться, я на работе с утра до вечера. Да, Вадим помогал, да. Вадим ходил, закупал, искал списки, отправлял, то есть... На новую почту бегал, сам отправлял, да, да, да. Юля очень много раз спросила его, да. Очень много раз. То, что просила, то, что Вадим сам бы был, предлагал. Инициатором, да, он сам. Инициатором, да. Это многого стоит и это, я думаю, определяющее, вот, в отношении человека. Расскажи людям про Аську лучше. Ты мало рассказала, честно, ты в прошлый раз там рассказала, но все равно многие спрашивали, что как. Значит, Аську я взяла с улицы, она пришла ко мне в аптеку сама, по двери. Я 7 лет работаю в аптеке, ко мне никогда не приходили кошки. Она ко мне пришла, ей 2-3 месяца на вскидку. Я ее принесла к ветеринару, с ней все было прекрасно. И на девятый день у нее была температура 41. А ветеринар не предложил вообще тебе взять сразу тесты? Нет. Я вообще не знала о заболевании панликопинея. Я вообще не знала, что такое есть чумка кошек. Насколько это страшное заболевание. 90% котят до года не выживает, они умирают. Это как энтерит у собак. Протекает тяжело, лечится сложно длительно. Ну, мы не сдавались. Сегодня шестой день. Ей делали переливание крови, ей делают очень много уколов. Мы ее кормим, коимся, шприца, докармливаем. На сегодняшний момент ее состояние намного лучше. Она сама кушает, она сама пьет водичку, немножко играется. То есть ее состояние намного лучше. Я верю и надеюсь, что она будет жить, потому что врач сказала, если первые трое суток она выживет, она будет жить. Первые три? Да, первые три. Ну, уже смотри, уже прошли три суток. Уже шесть, да. Оль, ты должен мне рассказать. Ну, просто. Я сейчас затону. Кому интересно, я рассказывала. Я про Аску на страничке в инстаграме рассказываю, делюсь информацией. Возможно, кто-то берет уличных котят и не знает, что есть такое заболевание. Панлик от меня, тычинка. Чтобы они тоже не отчаивались. Что нужно делать? Я дополнительно еще какие-то определенные препараты даю. Мы как-то переписываемся все и делимся своим личным опытом на страничке у Аси. Кто кошатники или кто, может, котят берет с улицы. Я знаю, что еще хочу сказать. Я, наверное, ставлю еще одну ссылку Аси. Я ставлю ссылку Вадима. Потому что в прошлый раз я оставил ссылку Кевина. А все просили ссылку Вадима. Да. Поэтому я сегодня еще ссылку Вадима в инстаграме ставлю. Кто хочет, подписывайтесь к Вадиму. Я не знаю, там уже с себя общайтесь, не общайтесь. Мое дело маленькое. Теперь давайте идем купаться. У меня вся шея сгорела. Я прям чувствую, как... Ну, ты очень красная. Ну, мы, конечно, зашли в речку. У меня там ничего не получилось. Ты так снимаешь еще, Коля? Нет. Точно? Ничего не видно. Это очень красивый купальник. Прям очень красивый. Да, честно, очень красивый. Коля. Если бы ты не закрывала руками, открывай, покажи людям, какой красивый купальник. Очень красивый купальник. Да. Красивый купальник. Ой, 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 ой. Коля. Нет. Нет. Я с телефона не делала. Все, 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 я с телефона. Все, нормально. Давайте. Идите купайтесь. Пожалуйста. Коля, давай. Канжура. Вы бы просто видели сейчас в телефоне, какие красивые тучи и вообще какая красивая панорама. Смотри, Вадим. Смотри. Очень красивая панорама. Вообще. Просто шик. Глянь. Юля, я даже камеру на тебя не перевернул, честно. Посмотрите, камера где ты. Да. Вот теперь я перевернул. Смотри. Ты очень красиво смотришься, что ты тоже. А помнишь, как я не снималась, а потом на море вы меня в куяльнике ставили? Не, не в куяльнике, а в Одессе. В Одессе на том пляже. Помнишь, где мы нашли вот тот такой пляж, где мало было людей? Где ты сказала, это ладно? Да. Снимай там уже со всех сторон. Помнишь? Потому что я просто, когда мы были в Одессе, я потом прочитала комментарии зрителя о том, что они писали, ой, руки-ноги, что это такое за блогеры, да. В смысле руки? Они снимают. Ну мои, типа, видео ужасное. И мне настолько стало неудобно, что вот я порчу видео, я порчу кадр. И я через силу уже согласилась. Думаю, ну ладно, снимайте, это ваша работа, можно так сделать. Ну так это так и есть. Да. Кто-то не стесняется, за это деньги платит YouTube. Это ж не… Ну ладно, снимайте. Чтоб вам как бы, ну хуже не было. А ты только ради нас начала это. Ну вообще да. Только ради нас пришла снимать. Ну понятно. Спасибо, Юля, за интервью. Ради ремонта квартиры. Ради ремонта квартиры, мама. Мне просто сегодня написал кто-то, да, что Юля сделала ремонт квартиры и занялась волонтерством. Ну во-первых, я волонтерством уже не занимаюсь. Мы занимались волонтерством вместе. Первый месяц. Когда в этом была нужна потребность. Сейчас очень много волонтерских пунктов, центров, где оказывают очень много помощи. Смотри, Вадим, рыба сзади. Смотри, как выскакивает рыба с водой. Смотри. И хорошо, что Днепр является таким способом для помощи. Вадим, Юля. Смотри, я не шучу. Смотри. Смотри, смотри, да? Там змея, Юля. Вот смотри сейчас туда, вон рыба. Смотри, а в отношении змеи это реально ты видела, что она выплыла из нее? Ты пошутил? Да. Какая змея? Что я хочу добавить? По поводу волонтерства. Сейчас очень многие люди зарабатывают на этом деньги. Действительно зарабатывают деньги на волонтерство. Ну как, они, получается, берут и тратят на себя? Да, и тратят на себя. Это сейчас так. Ну хорошо, я показывала все чеки, все отчеты в сторис. У меня есть это в актуальных сохраненных... Ну это ж не на тебя, это просто я говорю о том, что действительно сейчас такое есть. У меня до сих пор такая бачка чеков сохраненных в кошельке там лежит. Который я храню до сих пор. Подниму архив. Ну, если надо... Не, Юля, ты молодец. О, кстати, я тебе хотел спросить, у тебя не остался утерокс или альтероксид? Мене женщина так просила двадцатку вислить. Двадцать пять метрограмм есть. Ну я ей просил, чтобы она мне в Инстаграм написала. Ну есть, да. Если что, то ты днешь, тебе у той еще остался бесплатный, что тебе вислил. Один? Надо посмотреть. Потому что некоторые люди пишут. Спасибо большое тем людям, которые тогда показывали финансовую помощь. Мне тоже тогда из Америки женщина помнишь, что вислила тоже. Было 600 долларов, 700. Вот на ЗСУ помогали медикаментоз на Кира. Если ты смотришь, вы смотрите. Прошу прощения. Большой привет и спасибо большое за помощь. Вот я обратилась, нужны были медикаменты. Спасибо. Кто еще тебе передавал? Кто еще помогал? Можешь передать всем привет, да. Всем большой привет и огромная благодарность, конечно. Тут рыба. Ты что, не видишь? Посмотрю. А, вижу, да. Глянь, сколько окуней. Ой, капец. Целая куча окуней. Видишь, смотри. Вот ты просто так на матрас вылез и посмотри. Не, я не хочу на матрас. Ты только снимай, пожалуйста, чтобы у меня ничего нового стало. Хорошо? Так и ты можешь так пливать, чтобы меня не убивать на красу. Ты можешь так пливать, чтобы меня не убивать. Давай, залазь. Я не хочу. Я не хочу, но просто вы потом посмотрите в кадре. Очень красиво. Двинься. Так вот. Я вам скажу, что многие люди, которые купаются в озерах, имеют такую привычку писать в воду. Это очень плохо. Так, я раньше на Западной Украине, когда купался в речке, плыви какашка плыла вот так вот прям человеческое говно. Я тебе честно скажу, есть даже такие люди, которые какают в воде. Поэтому, Юля, ты молодец, иди спокойно в туалет. Да. Ты молодец, да. В воде не писай, воде. Ну давай, уже иди, потому что мы можем почистить. Купайся. Так, купайся. Иди в туалет. Вон, Вадим там релаксирует. Залазь на матрас. Давай. Вставай и залазь на матрас. А ты залезешь на матрас вообще? Ну конечно залезешь. А ну покажи. А ну. Мне кажется, что нет. А ну, как ты залезешь? Ты с меня смеялся? А ну-ка. Там-там поведенчик. Коль, пришли с пирса прыгать? Я тебе поставлю. Так. Коль, в прошлый раз так хорошо прыгнул с пирса. Я думаю, что много... Багато что? Судорого? Боже, давай. Я верю. Что, судорого? Надо пальцы натягнуть стой. О! О! Молодец! Даааа. А с меня смеялись, когда я не могла залезти. Это тебе помогало на минуту. Давай я буду держать. Ты неправильно делаешь. О! Наконец-то. Даааа. Я тебе скажу? Вылез на мель. Ну, покажи, как Вадим делает. Так Вадим пушинка. А ты титан. А ты титан. Вадим, расскажи зрителям, что ты кушаешь, а ты держишь фигуру. Я ничего не кушаю. Я ничего не кушаю, Вадим. Вот так и плавай. Что я могу сказать? Ну, так можно. Я хочу нормально. Ну, что это? Попробуй не животом. Я тебе говорю, зайди помельче. Попробуй не животом, а своей пятой точкой. Так как я лежала. Не так. Так. Это капец. Это капец. Можно. Ты как внутрья. Ты как внутрья. Коля, ты как внутрья. Ты как внутрья. Ты как внутрья. не надо далеко, давай мне свою ручку иди, я иду плавать так ты на глубине Вадим уже в выходе я пошла всем пока пока помнишь? Кэйт Миддлтон всем пока всем пока всем махала помнишь? да, конечно, помню всем пока ну давай, иди покрите Юля бутерброда нам еще сделала, молодец давай, Юлечка, отрубай мне бутерброд ну на спасибо, Велик давай, это посниму не, не надо, спасибо ты же меня поснимала в хороших ракурсах спасибо и живи, Тмивейд, ну все спасибо тебе, Велик спасибо 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 спасибо